Как вчера Ярослав Климанов говорил, что у нас есть три программы в жизни. Первая программа это рай. Есть три цели в жизни человека. По-простому вам это рассказал. Три цели есть в жизни человека. Первая цель это отдых. Отдых рай. Вот эти песни, да, про отдых. Ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Рай, да? Есть лунный путь. Путь райских наслаждений. Когда человек живет правильно в жизни, но он стремится только к счастью. Ему не нужен ни Бог, ни люди. Хочет счастья, счастливой жизни, но он делает все правильно, он честно живет, никого не обманывает, выполняет все обязанности религиозные, он читает Библию или другие священные писания, изучает все, делает правильно, но он не хочет отдать себе свою жизнь Богу, людям. Но ты был неправ, и все спалил за час, и через час твой костер погас, но на земле стало всем светлей. Ну не такая жизнь, понимаете, жизнь правильная, честная, хорошая, но для счастья, я хочу быть счастливым, поэтому все делаю правильно, ни вниз, ни в ад человек пойдет в следующую жизнь, он пойдет в рай. На райские планеты по лунному пути, это выше нас, следующая галактика, выше нас. Там все балдеют, наслаждаются, там вот это вот, там вот это вот, там все балдеют, наслаждаются, сколько накопил благочестие, то, что балдеешь, а потом назад на средние планеты, сюда. Второй путь вверх, это путь солнечный. По солнечному пути, иди за солнцем следом, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Это солнечный путь, солнечный путь, там нет деградации. Те, кто попали в рай по лунному пути, всегда вернутся назад, на средние планеты, потому что они там просто балдеют. Те, кто по солнечному пути, они всегда творят добро, никогда не останавливаются в этом процессе. Это другая жизнь совсем, это жизнь не для себя. Люди тоже развиваются духовно, становятся развитыми, но они хотят жить для других. Единственный путь жить для других, это религиозность. Когда люди попадают в какие-то движения разные, нравственные, они хотят рай на земле создать, это из этой оперы. Там строят поселения всякие красивые, для того, чтобы жить счастливо на этой земле. Они потом дерутся, ругаются между собой. Почему? Потому что невозможно жить счастливо для себя. Может только для других жить счастливо. Но вот чтобы научиться жить для других, это очень сложное образование, может проходить только в рамках серьезной религиозной традиции. Поэтому есть основные традиции духовные, надо в них идти. Не надо ничего выдумывать нового. Есть уже традиции духовные, надо из них изучать. Там вот как раз возможность жить не для себя, отдать свою жизнь Христу, отдать свою жизнь Богу, служить Богу и так далее. Это все везде прописано, во всех основных традициях духовных. И это путь солнечный, путь, в котором нет поражения. А есть еще один путь, который выше солнечного и лунного, это путь к Богу напрямую. Не путь в этом мире, а путь вверх, сразу к Богу. Это путь называется любовь к Богу. Это надо понять, что такое любовь. Вот Ярослав Киманов говорил вчера, что часто мы поем о любви, но на самом деле себя обманываем. Настоящая любовь возможна только к святости и к Богу. Все остальное это оттенки любви. Они корыстную природу имеют, все эти оттенки любви, потому что сама любовь это чистое чувство, а потом она оскверняется эгоизмом. Когда начинаешь отношения строить в этой любви, в которой нет святости. Понимаете? Но святая и священная любовь, она не оскверняется. Невозможно осквернить свои отношения с духовным учителем. Невозможно их отоварить. Это священная вещь. И этот путь любви к Богу, самый высший, это путь духовный. Он непобедим, и он самый сильный, и он сжигает всю карму плохую. Встаньте на этот путь. И ваш сын почувствует ваше сердце. Его сердце начнет плавиться, таять от вашей любви, от вашей силы. Самое главное, надо понять принцип влияния на близких людей. Есть только два способа. Первый способ. Прощение. Когда у вас есть святость, есть сила свыше, вы прощаете ему его глупость. Почему вам так не нравится, что он такой? Потому что вы не можете ему простить. У вас не хватает силы прощать. Вот мне нравится, что вы такая. Потому что я вам прощаю. Я хочу, чтобы все было хорошо у вас. Я вам прощаю. Вам тоже надо его прощать. Прощать мы не можем сами. У нас нет силы прощать. Мы прощаем за счет силы старших. Это духовная сила. Сила прощения. Прощайте ему. Это называется любовь. Любовь не означает глазки. Мой сыночек, хорошенький, все. Давай, деградируй дальше. Это не любовь. Любовь означает признать в человеке его недостатки и простить их. Это любовь. Это больно сердцу так вот жить, но эта боль, она приносит счастье потом. Его сердце тоже это почувствует, вашу любовь вот такую. Он почувствует, что вы старшая для него, вы знаете больше. Сейчас он не чувствует этого. Что он по математике судит и по физике. А есть более высокое образование. Есть материальное образование. Это математика, физика, химия. Есть здравственное образование, оно выше стоит. А есть духовное образование, еще выше. Духовно образованный человек вообще может быть безграмотным с точки зрения математики, физики, химии. Но если он чувствует себя как душу, он знает Бога, то человек, который академик с точки зрения профессионального образования, если он не склонит перед ним голубу, он будет оскорбление перед Богом совершить, он будет деградировать. Духовное образование самое высокое образование. Оно стоит выше нравственного и материального образования. Духовное образование через сердце передается. Живите правильно сами и прощайте ему его жизнь неправильную. Это два способа сделать его хорошим человеком в будущем. Он меняться в сердце будет незаметно. А потом интересоваться начнет другими вещами, более важными. Стройте с ним отношения, общайтесь на более высокие темы. Общение это признак вашей заботы. Говорите ему, делитесь своими впечатлениями. Пускай он будет вас глупенько считать. Рассказывайте, что мне вот, сынок, вот это в жизни понравилось, вот это. Он пора, дно или поздно его пробьет.